Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Расскажу вам о том, какие у меня недавно были новости естественно в плане радиотехники, и о том, какие планируются новые видео на моем канале. Много экспериментирую с системой ВСПР. Это маяки коротковолновые и маломощные, и сеть приемников радиолюбительских, распределенных по всему миру, которые принимают сигналы этих маяков и отправляют рапорты о приеме в одну общую базу в интернете. Удобно очень смотреть на сайте www.vsprnet.org, кто меня принимал, кто мой сигнал принимал, и то, что кого я принимал, тоже отправляется информация на этот сайт. Экспериментирую как с помощью трансивер стационарного FT-991, в смысле установленного стационарной программы на компьютере, которая передает сигналы маяка этого и принимает сигнал других маяков, так и с помощью автономного маяка, который собран из набора, который продается на сайте qrp labs. Там продается набор плат, набор деталей, из которых можно собрать маяк, автономно работающий в разных режимах, в том числе и в спр. Вот такой маяк, собранный из этих компонентов, из этого набора, мне дал попользоваться Евгению от reahm. Он его собрал, правда, в нештатном вот таком вот корпусе, не в таком корпусе, который можно купить на сайте qrp labs, а в корпусе какой-то антенны, человек занимается антеннами, естественно, маяк собрал он тоже в корпусе от антенны. Экспериментирую в том числе и с таким маяком и, соответственно, с трансивером, как я вам уже сказал. Может быть в дальнейшем приобрету тоже отдельно набор на сайте qrp labs и расскажу вам о нем. Продолжая тему маяков кратковолновых, приобрел на алиэкспресс вот такой вот модуль, плату с дисплеем, это можно сказать генератор гетеродин для трансивера или для приемника. То есть это устройство вместе с пользовательским интерфейсом с дисплеем может формировать частоту с помощью синтезатора. Частота это может быть либо равна рабочей частоте, которая отображается на дисплее, либо быть смещена на ПЧ, которая задается здесь в настройках. Также здесь в пользовательском интерфейсе есть переменный шаг регулировки частоты, подключается сюда валкодер механический маленький, здесь есть также памяти, ну и еще разные вспомогательные функции. Расскажу вам об этом устройстве, об этом модуле отдельно. Планирую его использовать как задающий генератор для маяка кратковолнового. Сделаю к нему еще усилитель и манипуляцию телеграфную от микроконтроллера. Подписчики передали мне радиостанцию Гранит, носимая УКВ радиостанция двухметрового диапазона, можно уже сказать прошлых лет, но все равно интересная конструкция. Внешне напоминает несколько разных радиостанций импортного производства, но она никакого отношения к ним не имеет, кроме внешнего сходства. По конструкции совершенно своя радиостанция. Не знаю, найду ли время рассказать о ней в отдельном видео, но в любом случае спасибо за радиостанцию, будем ее использовать. Также еще подписчик прислал мне антенну двухметрового диапазона, G-образная. Вот такая вот конструкция, достаточно большая. Планирую выбраться в поля и ее там испытать, установить, провести с нее радиосвязи, посмотреть как она настраивается. Конструкция очень прочная, все такое достаточно крупное и толстостенное. Вернее даже вот эти вот элементы, это не трубки, а пруток сплошной алюминиевый. Так что будет об этой антенне отдельное видео, когда будет подходящая погода. Сейчас то снег, то дождь, то еще что-то. В общем немножко подсохнет, подмерзнет, и я выберусь в поля, сниму об этой антенне отдельное видео. Пока еще была сухая, не дождливая погода, в полевых условиях провел эксперимент с приемником Белка, подключал к нему полноразмерные антенны, сравнивал прием на него и на трансивер коротковолновый. Об этом расскажу вам в отдельном видео. Хочу рассказать какую интересную QSL карточку передал мне подписчик с позывным DL5EAH. DL5EAH. Это на самом деле не QSL карточка, а это табличка от какого-то оборудования, шильдик, так скажем, который устанавливался на, видимо, производимое оборудование на фирме, где этот человек работает. И вот вместо типа, вместо серийного номера оборудования здесь выбит мой позывной, его позывной, ну и так далее. В общем получилась такая необычная QSL карточка. Спасибо большое, очень интересно. Антенный анализатор, векторный анализатор ARINST, работает от 1 МГц до 6 ГГц, аж отечественная разработка. Прислали мне, буду делать о нем отдельный обзор, а также буду использовать его в различных экспериментах, выходах в поля. Интересный приборчик, я думаю, что вы его увидите у меня неоднократно еще в различных видео. Также еще интересное устройство хотел вам показать. Это не радиостанция, это устройство для того, чтобы иметь связь между смартфонами в той местности, где нет сотовой сети, где нет интернета, нет Wi-Fi, где нет ничего. С помощью таких устройств можно обмениваться сообщениями, текстовыми и голосовыми между смартфонами. Тоже будет о них отдельное видео, будет видео обзор в ближайшее время. На этом пока все. Спасибо, что смотрите мои видео. Если вам интересно то, чем я занимаюсь, если нравятся мои видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Здесь был Алексей Игонин. До свидания.